Всем привет! Мы находимся в гостях моего хорошего друга, тоже начинающего блогера, YouTube-канал FIDAIN. Вы можете на него подписаться и смотреть классные хайлайты из PUBG Mobile. Сегодня у нас очень простая миссия. Мы собираем топовый игровой персональный компьютер. Все расскажем, все покажем, все спецификации, поговорим о ценах и посмотрим, какая же у нас железка по итогу получится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А мы начинаем! Мы особо не готовились к съемке, никаких листов спецификаций не подготавливали, Поэтому все, что есть на столе, из этого всего мы сегодня будем собирать прекрасный компьютер. Байкал это не реклама, нам не платят, если что, не Байкал, не Берн и даже нам не платит производитель инструментов ДЭКО замечательный. Никто нам не платит, но, как говорится, здесь могла быть ваша реклама. Так, сейчас мы немножко разберемся, что у нас тут есть и приступим к сборке. Начнем мы, пожалуй, с самой большой коробки. Я ее попытаюсь сейчас показать. Вот такая вот корабуля. Это 31,5 дюймовый монитор MSI. Собственно говоря, представление не нуждается. Моделька очень известная. И, я думаю, оптимальное решение за свои деньги. Посмотрим обязательно на монитор. Стоимость сейчас вы видите на своем экране. Приблизительную ориентировочную на момент покупки в январе 2023 года. Значит, мозгом послужил 2,1 герцовый i7 12700. Собственно говоря, процессор, который тоже в представлении не нуждается. 12-е поколение классный процессор. Ввозит все на свет. Вдруг кто-то не видел процессор. Так, значит, в основном отсеки вся. Большую часть у нас занимает что? Правильно, кулер. Кулер у нас в комплекте. Термопастой уже смазан. К труду и оборонник готов. Интеловский кулер. Хороший, качественный. Никогда не экономьте на кулерах процессор. Это мой вам огромный совет. Так, ну и меньшую часть коробочки. Вот такую сенькую занимает сам процессор. Вот, собственно говоря, вершина технологий современных для мозга нашего компьютера. Процессор Intel i7 12700 12-го поколения. Процессор достаточно популярный. 12-е поколение. Новейшие технические процессы. Все классно. Стоит она вот столько. Дорого, но сейчас все дорого. Поэтому лучшее решение, я считаю, на данный момент, это i7 12-го поколения. i9 это уже такие понты, как мне правильно подсказывает друг, для тех, кто смотрит в будущее. Сегодня достаточно этого прекрасного процессора для того, чтобы обеспечить все необходимые игровые задачи. В память у нас здесь два SSD от Kingston. Мы по глупости чуть не вскрыли. Винты системные, да? 480 гигабайт. Собственно говоря, железка тоже вполне себе известная. И терабайтный флеш-SSD. Вот такой вот замечательный. Вот посмотрите, насколько технологий шайболев придет. Это SSD. А оперативная память у нас от G-Skill. Вот такая вот RID Jones на 32 гигабайта. Давайте сразу ее откроем. Две плашки по 16. Самый оптимальный вариант. Мы не стали брать HyperX, потому что конфигурация получилась достаточно затратная. Мы решили поставить здесь память. В принципе, ее рекомендуют как неплохой аналог HyperX. Ну и мы, собственно говоря, не смеем сомневаться. Такие две плашки. Выковыриваем. Вот такая вот замечательная память на 32 гигабайта. Давайте посмотрим на материнскую платку. Материнская платка у нас служит здесь. Небезызвестная Asus Prime B660M. Карточка достаточно известная, достаточно ходовая. И за свои деньги, я считаю, это одно из лучших решений на сегодняшний день. Буду показывать все, как лежит. Вот тут вдруг приготовил несколько коммутов для кабель-менеджмента. Отложим пока. Собственно говоря, все необходимые инструменты. Давайте посмотрим на блок питания. 850-ваттный X-Silence Performance серии X. Так, сейчас мы его откроем. Выпакован в пупырку, чтобы не повредиться. Вот такой вот блок питания. Собственно, ничего нового я про него не скажу. 850-ватт. Это все-таки с учетом потребления карточки 3060, которая у нас сегодня здесь. Ти-версия. 850 кому-то может показаться, что это прям впритык, что можно было больше взять. Но я так не считаю, потому что карточка достаточно энергоэффективная. И 850, мне кажется, это то, что надо. Вот если с запасом, с заделом на будущее, может быть и можно было взять больше. Но под современные реалии и на несколько лет вперед тянуть игры и не потеть, компьютеру достаточно будет. 850-ваттный. В данном случае это уже легендарная 3060Ti. GeForce, насколько вы знаете или не знаете, имеет сразу несколько производств своих карточек. То есть по лицензии карточку производят сразу несколько производителей. И в данном случае я рекомендовал другу приобрести именно сборку от MSI. Почему MSI? Ну, потому что... А что, палить что ли? Класс, ее откроем. Три кулера. Система положения достаточно порядочная. Посмотрите просто на острове. GeForce RTX 3060Ti производства MSI. В моем последнем ПК, который у меня был, он у меня был предназначен не для игр, скорее для монтажа, а для максимумных задач. Там стояло 1660 Gaming SuperX, тоже от MSI. Замечательная карточка. 40 тысяч рублей. Я считаю, это достаточно адекватные деньги за такую карточку. Тем более, что некоторое время назад это невозможно было представить. Благо сейчас стабилизировался рынок. И дефицит видеокарточек для геймеров, для ребят, которые просто хотят поиграть. Дефицитом, к счастью, мы избежали. И вот перед нами шикарная грязячка. Так, ну и парочка комплектующих, да? Конечно же, куда без них. Тут у нас немножко уже открыто, потому что нам было любопытно, мы вкладывались. И у нас мембранная G213. Клавиатура от небезызвестной Logitech. Logitech, кому как удобно. Порвал. Ничего страшного. Мембранная клавиатура, полумеханическая по-другому, позиционируется как бесшумная. Конечно же, шум все-таки есть. Но не такой, что ли, громкий, звонкий. И не такой прям, прям характерный, как у механической клавиатуры. Там щелчки прям, будь здоров, вообще. Здесь более мягкий такой софт, звук более приятный. Ночью домочадцев не разбудит. Классная клавиатура. Стоимость, видите вы, на экране. Сейчас у себя следующая часть комплекта. Тоже немаловажно. Это, конечно же, мышка. Мышка у нас тоже Logitech, тоже серии G. Писот вторая. Естественно, проводная. Нам эти шутки, вот эти Bluetooth, Bluetooth нам не интересны. Значит, мышка хорошая. Есть некоторая RGB подсветочка. Есть у нас специальный такой слот, да, держится он на магнитиках. Для чего он нужен? Это у нас, собственно говоря, разъем для утяжелителей. Вот таких вот магнитных утяжелителей. Для чего они нужны? Мы их устанавливаем непосредственно в нашу мышь. Да, и тем самым добавляем ей, скажем так, объемы, увесистости. Причем здесь прописаны громовки. То есть это не просто какие-то обалдыжи-лезячки, да. Тут прям прописаны громовки. Можно сбалансировать вес мыши таким образом, как вам хочется. Хочется тяжелее, пожалуйста, будет тяжелее. Хочется полегче, можно сделать полегче. Приятный звук у мыши. Тоже недостаточно громкий, небисячий. В целом, мышь достаточно эргономичная. Колесико, как и подобает любым игровым мышам, оно не на трещотке. То есть оно не привязано к оси и не трещит, а просто крутится свободно. Вот, это огромный плюс. Ну и регулировка DPI, регулировки все под рукой. Как бы все здорово. Ближайший конкурент, Razer, сильно дороже делает мышки. Вот, если эта мышка нам обошлась бы вот столько рублей, то Razer, хорошую мышь, дешевле, чем за 9-10 тысяч, к сожалению, найти невозможно сейчас на рынке. Поэтому наш выбор Logitech. Не рекламный вернг для сахара. Так, давайте монитор посмотрим. Вот я говорил уже моему прекрасному другу за кадром. Скажу и вам, друзья. Вот эта наклейка поддерживается Windows 11. After HDR. Windows 11 system is required. Расскажите мне, пожалуйста, как монитор может не поддерживать Windows 11? Монитор будет поддерживать даже SEGU, если вы подключите к нему SEGU. Какая разница, зачем эта наклейка, в чем ее смысл? Ну да ладно, маркетинг оставим маркетологам. И попробуем открыть совместимый с Windows 11 монитор. Достали мы его из коробки, не без труда. Давайте смотреть. Первое, что попадается мне в подруки, это вот такая вот увесистая штанга. Конструктивно внушает доверие, потому что такое все плотное, хорошая сборка. Ничего не скрипит, не кряхтит, не люфтит. И снаружи это пластика, а внутри вот такая вот металлическая алюминиевая штука. Следующее, что сразу нам бросается в глаза, это естественно сам монитор. Монитор диагональю 31,5 дюйма, целый телевизор, можно сказать. Я, честно говоря, сам не сталкивался с мониторами MSI до сего дня. Ничего о них не могу сказать, ни хорошего, ни плохого. Но нам посоветовали взять именно его. И чисто визуально он внушает доверие, поскольку это, естественно, матовый экран, какой и должен быть у любого игрового монитора. Это хорошая крепкая сборка, плотная. И, ну, производителям MSI сам по себе достаточно зарекомендованы. И игровые ноутбуки производят, и в мониторах, соответственно, говорят, толк знают ребята. Потому что кто не видел игровые ноутбуки MSI, все знают, все видели, все слышали, все покупают. Два кабеля, комплектных, один из них HDMI, другой DisplayPort, DisplayPort кабель. Дальше у нас вот такой вот внешний блок питания. Замечательно, что он внешний, что не будет у нас возле розетки вот такая болта. И вот такая вот нога, тоже увесистая, тоже плотная, тоже алюминиевая внутри, пластиковая снаружи. Вот этот вот дизайн с заострениями, он такой характерный для MSI. Здесь, я так понимаю, тоже эта платформа крутится. В общем, регулируется по всем необходимым осям. Вот такой вот монитор. Основой у нас послужит Залмановский вот такой вот корпус стоимостью порядка 5000 рублей. Точную стоимость вы видите сейчас на экранах. Здесь у нас застекленный перец с кулерами. Вот такая у нас панелька бискорг-стекла или пластиковая, она будет у нас защищать наш компьютер. Вот так вот были загрязнениями. При этом очень красиво демонстрировать нам все внутреннее содержание корпуса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой получился ролик. Попытались своими силами собрать персональный компьютер. Что из этого получилось судить вам? Конечно, не без ошибок, не без сложностей, но нам это удалось сделать. Все работает, самое главное, все запускается, все коннекторы соединены правильно, все крутится, все светится и все работает. Мы установили Windows, установили драйвера. Если вам понравился подобный формат, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. Делитесь этим видео со своими друзьями, родными и близкими, и контента будет только больше. А на этом все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...